В начале было слово. В начале было слово. И слово это было человек. Такой видят библейскую фразу воспитанники студии Константина Хабенского о перене Хохочу. Они репетируют спектакль А и Б. Это история о силе любви, которая может оживить сломанную куклу, а мир сделать большим и красивым. Этот спектакль у нас стал базовым, как некая проверочная, контрольная работа. И мы вновь повторяем с ними этот проект для того, чтобы выйти потом в дальнейшем на слово. Этот спектакль он основан на звуках, на буквах, для того, чтобы они могли распределиться в пространстве, для того, чтобы они могли начать работать. С этим спектаклем юные актеры выступали на российских театральных фестивалях. У зрителей в Москве, Сочи и других городах увиденное вызывает рефлексию. В родной Уфе постановки студии не так известны и популярны. В основном резонанс идет, конечно же, снаружи. Это Санкт-Петербург, это Сочи, это Челябинск, это Екатеринбург. Здесь по курпицам мы начинаем собирать своего зрителя. В студии «Хохочу» особое внимание уделяет атмосфере в коллективе. При встрече здесь принято обниматься. Однако того факта, что актеры – люди импульсивные, никто не отменял. Во время репетиций может случиться все. Мне просто вчера не сказали, я вчера не было, но отсутствовала. Я спросил, мне сказали, что у меня нет. Я тебе, дети горилла, ты не хотел. Слушай, дружище, это твои проблемы, да? Ты согласен, что это твои проблемы? Все, вы их делаете. У нас первый спектакль нашей группы. Вот, мы все волнуемся, и споры иногда тоже бывают. Например, кто украл мою резинку? Вот, всякая такая штука. И споры бывают, разногласия бывают, ссоры. Ну, естественно, это... В главной роли – буквы. Они складываются в слова, которые становятся самыми важными персонажами. Такими их делают актеры. А кто или что объединяет людей? Жизнь, судьба. То есть, вот, нас объединило. То есть, у нас есть группа, которая... Ну, мы играем, у нас очень хорошая атмосфера. Вот, нас соединили, и теперь мы играем в спектакль. Вот. Спектакль «Аэбэ» закрывает этот театральный сезон студии и открывает новый. В планах у режиссеров следующий проект под рабочим названием «Иудэскариот». Авторы не раскрывают подробностей, однако они уже знают, что хотят сказать этой работой. Андрей Шарыгин, Александр Кузнецов, городской телеканал ЮТВ.